Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и после затянувшейся паузы продолжаю записывать многим полюбившуюся рубрику современная классика. И поскольку совсем скоро в Москве начинается одно из крупнейших шахматных событий года, а именно турнир претендентов 2016, то этот, а также несколько следующих выпусков современной классики я решил посвятить творчеству именно тех шахматистов, которые в этом самом турнире претендентов примут участие. Как многие из вас помнят, в первом выпуске мы разбирали партию Кампский-Свидлер, а во втором выпуске партию Карлсон-Каруана. И как Свидлер, так и Каруана являются участниками предстоящего турнира претендентов, поэтому это еще одна причина, по которой на какое-то время я решил сделать рубрику тематической. Ну и для третьего выпуска, в третьем выпуске мы разберем одну из наиболее запоминающихся партий, участника предстоящего турнира претендентов, американско-японского гроссмейстера Хикара Накамура. И Накамура, данную партию, которую мы будем разбирать, Накамура сыграл в 2007 году в крупном опене в Барселоне против достаточно известного польского гроссмейстера, российского происхождения, Михаила Красенкова. Возможно, вы удивитесь такому подбору партий, потому что все-таки Красенков, несмотря на то, что в один момент своей карьеры он входил в топ-20 в мире, он не является в широком понимании этого слова элитным гроссмейстером, однако Накамура, казалось бы, ну вот, например, на данный момент он номер 5 в мире. Ну, во-первых, партия играла в 2007 году, в этот момент именно у Красенкова рейтинг был выше, чем у Накамуры. Накамура только входил в мировую элиту, ему было всего лишь 20 лет. Ну и, во-вторых, сама партия, безусловно, оставляет достаточно сильное впечатление. Красенков играл белыми, участник турнира претендентов Хикара Накамура играл черными, и был разыгран, строго говоря, был разыгран дебют рейтинг с фианхета Королевского Слона. Ну вот, например, на шестом ходу белых, конечно, есть возможность сыграть Д4, перейти в самый распространенный вариант каталона, однако в данной партии Михаил сыграл Б3, хода Б3 есть свои нюансы. Дело в том, что после Д4, раз уж черные избрали вот именно такой порядок ходов, они чаще всего бьют ДС. Ну и получается табиа, которая встречалась уже, пожалуй, в сотне тысяч партий. Белых здесь есть два основных хода. Ход ФС2, после чего черные чаще всего играют А6, здесь новая развилка ФС4 или А4. Я не буду подробно касаться теории, но на данный момент считается, что у черных в этой позиции все нормально. Ну и другой ход, другой седьмой ход за белых, это конь Е5. И опять же, у черных есть ряд возможностей, но достаточно долгое время основной считается конь С6. Опять же, парадоксально выглядящий ход, и белые после этого делают, по крайней мере, чаще всего делают тоже весьма неожиданный ход слон С6. Здесь много теории, чаще всего белые остаются с одной лишней пешкой, но в черных достаточно сильная контраграция, связанная с белыми полями, в будущем, возможно, недостаточно обеспеченным белым королем, ну и общей фигурной активностью. Ну, в партии Михаилс Релл Б3, у хода Б3 есть свои преимущества, теперь ДЦ, конечно, играть черным большого резона нет, потому что они просто сдают центр без сакры компенсации, белым не придется тратить темпы на отыгрыш пешки. Поэтому, в основном, черные в этой позиции сбирают один из двух ходов, это С5, который чаще всего, например, делаю я за черных, и достаточно неплохими результатами. Белые играют Е3, по крайней мере, наиболее распространенный ход в этой позиции, Конь С6, 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 Б6, ФЕ2, ДЦ, БЦ, С7. Ну и тут, опять же, достаточно самобытная позиция. Мне кажется, что особых шансов на дебютный перевес у белых нет, но если играющий белым шахматист имеет достаточно большой опыт, разыгрывая вот такой вот структуры, то может играющего черными поймать. Ну и другой распространенный ход за черных в этой позиции, это Д4, после чего, после Е3, С5, ЕД, СД, например, ладья Е1, получается структура, характерная для модерн Бенони с переменой цвета. Опять же, объективного черного тут нет никаких проблем, но чтобы идти на вот эту позицию за черных, нужно обладать хорошим пониманием, хорошим знанием планов в структуре модерн Бенони, а им обладает далеко не каждый. В частности, я за черных так никогда не играю, потому что по моему мнению, все-таки эта позиция достаточно опасна. По стратегической точке зрения. Ну, а Накамура сыграл А5, и, если честно, Дон Трук ознакомился с этой партией, я с ходом А5 никогда не встречался. На самом деле, ход-то неплохой, имеет смысл. Дело в том, что в структурах подобного рода пешка на Б3, это часто зацепка для как раз на движение пешки А, и поэтому ход А5 имеет смысл. Однако, все-таки возможно играть А5 в этой позиции немного рановато, и Михаил мог высветить недостатки вот такого порядка ходов, но сделать это непросто, и на большой перевес белые все равно рассчитывать не могут. Михаил сыграл конь С3, это вполне логично. Ну и вот здесь вот Накамура решил выставляться по канону закрытого каталона. Сейчас я покажу, о чем, собственно, идет речь. Накамура сыграл С6, Д4, Конь Д7, Ферзь С2, Б6, и Красенков провел Е4. Теперь мне хотелось бы показать, как подобная структура может получиться из стандартных каталонских позиций. Вот предположим, белые вместо хода Б3 на шестом ходу сыграли Д4. Как я уже говорил, обычно черные бьют на С4, и, видимо, именно такова была подготовка Накамуры к этой партии, но также черные могут сыграть С6, после чего получается так называемый закрытый каталон. И в этой позиции основной план белых связан с подготовкой продвижения Е4, как, собственно, случилось в партии. Однако, если мы сравним вот эту позицию с той, что случилось в партии, мы увидим, что, во-первых, в черных нет хода А5, у белых нет хода Б3. Оба этих хода полезны для черных и белых, соответственно, но все-таки объективно, наверное, ход Б3 более полезен белым, чем ход А5 черным. С другой стороны, белый конь на Д2 расположен во многом лучше, чем на С3. Потому что, несмотря на то, что на С3 он стоит внешне активно, на Д2 конь защищает обе пешки на С4 и на Е4. Более того, конь на Д2 не препятствует взаимодействию ферзя С2 с полем С4. А это означает, что вот при таком положении коня ход А6 менее силен. И поэтому считается, что в закрытом каталоне у белых есть небольшой перевес. В партии после Б6 Е4 слона А6 мы видим, что ход слона А6 выигрывает в силе, потому что конь стоит на С3 и теперь угроза ДЦ вполне серьезна. Черные готовы выиграть эту пешку и потом немного помучатся, удержав ее, ну и отбив некоторые наскоки белых, связанные с превосходством в центре. Если черным удастся не допустить развития инициативы белых, то лишняя пешка начнет сказываться. Поэтому наверное большого резона отдавать на С4 для белых все-таки нет, им нужно сделать выбор или сыграть Е5 или сыграть конь Д2. И в партии польский гроссмейстер избрал именно конь Д2, на мой взгляд это неточность, которая по крайней мере позволяет черным легко уравнять. Сильнее было Е5, конь Е8, опять же стандартный рисунок для позиций закрытого каталона, но у меня такое ощущение, что Михаил недооценил ход конь Е2, достаточно редкая идея, чтобы белые именно таким образом защищали на С4. Теперь черным не так легко найти плана, белые готовы перевести коня на Ф4 и создать давление на королевский фланг черных. Поэтому черным надо что-то делать, и например компьютеру очень нравится план Б5, с идеей на С5 ответить Б4, а потом выменить на Е2. В этом случае у черных нет ни одной плохой фигуры, у белых потенциально есть слабость на Д4, но на самом деле мне кажется, что вот эта вот идея за черных не очень хороша, и даже после условного ладья Е1, слон Е2, ферзь Е2, конь С7, у белых есть по-прежнему план медленной атаки на королевском фланге, а у черных нет ничего. Поэтому на мой взгляд у белых есть по-прежнему серьезный перевес. Именно по этой причине лучше за черных сыграть вместо Б5 конь С7, и на коне в 4, С5. Это типичная идея, получается напряженный центр, как во многих вариантах каталона, однако в данной редакции фигура белых расположена очень хорошо, очень хорошо готовы для вскрытия центра, поэтому объективно у белых есть небольшой перевес, но и для черных никакого конца света пока не произошло, и кто будет в дальнейшем лучше играть в этой позиции, тот и победит, но большой гранди-кап у белых есть. Однако Михаил Красенков сыграл не Е5, а конь Д2, ну и Накамура в целом конечно очень динамичный игрок, но тогда он был молод, горячий, я думаю, что ход С5 больших раздумий у него не вызвал, ну и сам по себе ход очень хороший. На самом деле белым уже нужно проявлять некоторую аккуратность, чтобы не попасть в худшую позицию. Висит на Д4, то есть белым необходимо каким-то образом определяться с этой вот неясной ситуацией в центре, надо брать какую-то из пешек, ну и ход ЕД, который Хрозенков сделал, выглядит наиболее естественно, но также можно было рассмотреть ДС. После этого получается полуфорсированный вариант Д4, конь Б5, С5. Черные отыграли пешку, у них сильная пешка на Д4, они готовы подкрепить ее путем Е5. То есть для белых все это выглядит не очень хорошо, ну а тот ход, который здесь предлагает компьютер, а именно Е5, вообще выглядит полным безумием, что как же можно добровольно отдавать такого слона за такую ладью, настолько ослаблять белые поля, отдавать при этом за качество одну пешку, ну то есть выглядит совершенно не имеющим смысла, однако если мы посчитаем чуть-чуть дальше, то мы увидим, что вот здесь у белых есть код кунь C7. Таким образом белые не допускают перевода слона на B7, ну и в принципе меняют белопольного слона. И вот эта позиция уже не настолько ужасна для белых, потому что все-таки у них лишнее качество, пусть и за пешку, белопола у черных нет, ну и ферзь на A6 стоит не очень гармонично, придется потратить еще один темп на его перевод на какое-то нормальное поле, однако все равно у черных нет никаких проблем, и может быть объективно именно у них здесь есть небольшая инициатива. Так что ход DC был вполне возможен, но и ED, который избрал Михаил, тоже, скажем так, далеко не проигрывает. Следовало ED, CD, конь под боем, коня надо убирать, белых опять же есть возможность выиграть качество, но вот если мы посмотрим на эту позицию, то здесь конечно никакого конь C7 уже нет, то есть приходится играть конь E4, опять же у белых личное качество, за пешку, но здесь жив белопольный слон, встанет на B7, будет контролировать эту длиннющую диагональ, белый король слаб, но и к тому же у черных, как я вот обозначил стрелочками, есть план наката, именно F5 и E5, ну и в общем небольшой материальный перевес белых совсем не чувствуется, а вот позиционные недостатки их позиции начнут сказываться уже совсем в ближайшем будущем. Поэтому ход D6 неудачи, надо играть по-другому. Хрилл сыграл конь B5, в общем-то вполне логично, и вот здесь нужно обратить внимание на такой вариант, если черные бьют на B5, то конечно белые не забирают слона в ответ, после чего из-за конь D5 их дела плохи, но бьют на E6 опять же висит конь на D7 ладья на 8 и слон на B5, поэтому примерно вариант такой слон C4 ферзь C4 ладья C8 ну E ладья F7 ферзь D4 и здесь у белых уже явный перевес, что у них два слона, позиция открыта, ну и черный король в будущем не будет чувствовать себя в безопасности. Ну и к тому же не надо забывать о том, что в данный момент у белых есть одна лишняя пешка. Их единственные проблемы могут быть связаны с тем, что пока ферзь фланг чуть-чуть недоразвит, и может быть черные на несколько ходов смогут развить какую-то временную инициативу. В общем, для черных этот вариант явно неудовлетворителен, и поэтому после конь B5 надо брать на D5. ED конь B4 беда восстанавливает материальное равновесие. Пока у черных есть слабая пешка на D5, но после сильного хода Lc8 черные гарантируют себе по крайней мере размены ее на пешку C4. Ну и к тому же у белых есть небольшие проблемы с координацией. Вообще такая структура тоже характерна для закрытого каталона, когда черные проводят C5 и белые инициируют размены в центре. Скажем так, достаточно характерно для этой структуры то, что у черных немного лучше координация фигур, но белые надеются компенсировать это тем, что их слон выйдя на B2 будет очень сильен. Также конь на D4 несколько активнее, чем любой из коней черных. В частности, в том, когда черные соберутся брать на C4, всегда надо считаться с вилкой конь C6. Поэтому объективно, наверное, эта позиция не ясна. Однако она прекрасно подходит взрывному стилю Накамуры и не совсем подходит спокойному удушающему стилю Михаила Красенкова. И, собственно, сейчас вы увидите почему. Последовая ладья E1, вполне логичный ход, активизируя ладью. К тому же, как я уже говорил, есть тактический нюанс. На DC последует конь C6. Это билка на ферзя слона, поэтому черные вынуждены давать качество. Здесь у них нет достаточной компенсации. Поэтому на ладья E1 Хикарус играл B5. Пользуясь противостоянием ладья C8 и ферзя C2, ну и уже, может быть, точнее, пока не создавая угрозу взять на C4, ну, по крайней мере, создавая серьезное напряжение вокруг пункта C4. И на самом деле эта позиция встречалась в двух партиях. Одна из этих партий это, собственно, Красенков Накамура, которую мы сейчас смотрим. Ну и также она встречалась в партии двух украинских сильных кандидатов в мастер, где была сыграна ферзя F5. И не исключено, что ход ферзя F5 несколько сильнее, чем слум красенков. И после хода F5 у белых по крайней мере нет серьезных проблем. И та партия закончилась победой белых, кстати. Ну, а слон B2 выглядит логично, но не исключено, что именно развитие этого слона не было первым приоритетом для белых. Последовало ладья E8. Профилактическая защита слона E7. Ну, и в целом очевидно, что ладья на E8 стоит куда лучше, чем на F8. Другая идея может быть связана с тем, что белые в рантах хотят выпрыгнуть конем на F5, создавая угрозы пункту G7, ну, и очевидно, слону E7. При ладья на E8, во многих случаях после коня F5, черные готовы сыграть слон F8, убирая слона из-под трансмена и заодно дополнительно защищая пешку на G7. Вот, и здесь Красенков сыграл ферз D1. На самом деле ход выглядит боязливо робким, но внешность обманчива ход связан с глубокой тактической идеей, которую, однако, американский красмейстер смог опровергнуть. Объективно сильнее было конь F5, даже несмотря на то, что черные казалось бы приняли меры против этого хода. Здесь возможно слон F8, у черных после этого нет больших проблем, но может быть более сильная и более активная слон C5. Теперь Брандер подграживает ферзь B6 или конь G4, поэтому наверное белым стоит принять меры путем H3. Ну и вот здесь компьютер указывает за черных очень сильный ход ладей F6, чего белые уже не могут с выгодой для себя поменять ладей по линии E, потому что на ладей E6 последует F8, придется решать проблему с конем на F5. Ну а черные готовы либо взять Nc4 два раза, либо сыграть Fb6, ну и их фигурное взаимодействие черных здесь немного лучше такового у белых, поэтому черных есть небольшой перевес. Возможно именно поэтому Косинков не стал играть конь F5, а избрал ход Fd1. Казалось бы черные могут забрать два раза на C4, но не все так просто. BC, BC конечно практически вынуждены, но здесь черным нужно делать выбор. Если DC, то опять же конь C6, это вилка на ферзя и на слона, черные должны отдавать качество и полной компенсации они не получат. Да. поэтому более сильно здесь слон Bc4 и в этом случае черные действительно выигрывают пешку, но если мы присмотримся к вот этой позиции, то станет понятно, что ее оценка совсем не ясна, потому что у белых есть два мощных слона, слон на B2 разрезает практически всю доску пополам, слон на G2 тоже очень хорошая, оказывает давление на пешку D5, ну и к тому же сама пешка D5 весьма слаба, во многих вариантах поэтому эту позицию можно смело оценить как неясную или как с компенсацией у белых. Однако Накамура здесь избрал намного более сильный ответ, который однако требовал очень точного расчета. Накамура сыграл ферзь B6, казалось бы логичный ход, таким образом черные убирают ферзя из-под этой возможной вилки конь C6, нападают на слона, ну и создают уже угрозу Dc. То есть казалось все хорошо, но у белых есть ход ладья B1, с чего возникает неприятный рентген против черного ферзя. и кроме того, сейчас уже грозит ход cd, то есть белые хотят остаться с лишней пешкой. Черные должны играть dc сами, так и последовало в партии. Ну и вот тут, конечно, польский космейстер допустил решающую ошибку, но понять, почему эта решающая ошибка издалека было очень непросто. Ну и тем более мы должны восхититься ходом ферзь b6, потому что Накамура очевидно видел всю тактическую идею, уже делая этот ход, то есть за несколько ходов до возникновения вкладной идеи на доске. Последовало ладья b1, dc, черно-хлечная пешка, объективно польский космейстер должен был здесь избрать ход слон c3, просто блокируя эту проходную, ну и соглашается на вот такую вот достаточно безрадостную позицию. Белых есть шансы на ничью, пешки c4 опять достаточно слабы, белых нет плохих фигур, но конечно вряд ли это устраивало Михаила, потому что на тот момент он имел достаточно прилично достаточно значительно более высокий рейтинг, чем его молодой соперник, он хотел эту партию выиграть, играл белыми, к тому же я уверен, что в этот момент ему показалось, что его соперник попался в достаточно тонкую ловушку. Однако казалось, что именно охотник стал жертвой. Но опять же, по слон c3, ферзь c5, ферзь c2, слон d6, позицию можно оценить как серьезным перевесом черных, и белым пришлось бы бороться за ничью еще много ходов. Поэтому Михаил Красенков сыграл c6, создавая грозу слону e7, создавая грозу слон f6, в общем, у черных повисают практически все фигуры, и надо что-то делать. В этой позиции тем из вас, кто хочет поломать голову и потренировать свой счет и тактическое видение позиции, я предлагаю поставить видео на паузу, попытаться найти опровержение вот этой вот идеи с ходом к концу c6. Ну, а для тех, кто не хочет этим заниматься, я сейчас покажу, собственно, что произошло в партии. Камура взял на c6. Очевидно, идея белых здесь совершенно не связана с ответом взятия на c6, потому что эта позиция совершенно безнадежна. две фигуры за ладью, слабые белые поля, еще и пешка на c4, то есть здесь можно просто сдаться смело. Конечно, польский космейстер задумал здесь скрытый удар слона f6. Теперь у черных висит слон, висит ферзь, висит ладья. При этом вот в данный момент на доске практически полное материальное равенство. Ну, у черных одна лишняя пешка. Однако у на Камуры были совершенно другие планы, вовсе не собирался здесь мелочиться и отдавать например качество или что-нибудь в этом роде, он предпочел отдать сразу ферзя. Последовала ферзя f2, ну и конечно, думаю, в этот момент польский шраматист все понял. Потому что ну, король f1 не обсуждается, после ладья f6 у черных вагон лишнего материала, или ферзя f6 тоже возможно. поэтому последовала король f2 разумеется. И здесь не ладья f6 после чего белый король прячется, конечно, солнце 5 шах. даже если шраматист играющий черными увидел эту вот идею связанную сходом ферзя f2 шах, даже если он увидел ее заранее, посчитать вот как именно здесь черные проводят матовую атаку не так уж легко. Поэтому в общем-то для молодого 20-летнего гроссмейстера я думаю, что победа в этой партии была очень большим достижением, учитывая тот стиль, в котором она была достигнута. Ну, а в этой позиции у белых выбор из двух отходов королем надо или играть король f3 или король f1. В партии последовало король f3, поэтому мы сначала разберем ответ король f1. Очень важно здесь сыграть c3 шаг сразу, потому что если ладья f6, то слон f3 и на c3 белый король просто прячется. Сохраняется компенсация за ферзя, но уже пожалуй недостаточно. То есть объективно эта позиция выиграна именно у белых. Поэтому вместо ладья f6 надо играть c3 сразу. Ну, конь c4 не помогает, надо играть ладья e2. Ну и наверное черные, не наверное, а точно черные побеждают даже после ладья битв f6, но самая сильная и самая красивая в этой позиции c2. обратите внимание насколько сильно белый перевязан. То есть у них в данный момент лишний ферзь за на самом деле чистый лишний ферзь, но за одну пешку. Но столько фигур под боем настолько плохой король, что белые должны просто отдавать просто гигантское количество материала, чтобы не получить мат сразу. То есть примерно вариант такой. Ферзь c2, слон e2 шах, король e1, слон d3, король d1. Ну здесь можно просто взять на c2, потом взять на f6 и у черных лишняя ладья. Но есть очень красивый выигрыш связанный с ходом слона f2. Теперь если белые берут ладью, то слон помогает держать поле на c2 и белые получают мат. Если белые берут слона, то ладья помогает держать поле на c2 и белые тоже получают мат. Поэтому позиции белые могут смело сдаться. Очевидно Михаил посчитал все эти варианты после слона c5. Сыграл король f3. Последовал ладья f6. Король вынужден пускаться в дальнейшее путешествие. Ну, видно, что вряд ли ему суждено пережить это путешествие. Последовало конь e5. Даже ход конь e5 требует достаточно точного расчета. Потому что, например, на ладья e5 ладья бед e5 проигрывает. Ну, по крайней мере, точно не выигрывает. У белых есть ход ладья b8. Поэтому очень важно дать вот этот промежуточный шаг. И здесь уже на короле h4 можно смело играть ладья e5. Потому что ладья b8 последует без шага и черный дадут мат раньше. А на ладья f5 и у черных тоже есть несколько способов выигрыша. Но самый убедительный вот такой. Неожиданно слон возвращается обратно. И здесь уже грозит слон e3. У белых нет никакой защит от матовой атаки. Поэтому после кунь e5 Крилл не стал брать коня срывал король g5. Ну и Накамура был точен до конца. Последовало ладья g6 шаг. Король h5. И здесь f6. Таким образом черная пешка отнимает поле e5. Уже грозит мат в один ход. Ну помимо множества других угроз не грозит ладья g5 конь g6 слон c8. Просто слон c8. Поэтому белые посчитали необходимым немедленно избавиться от этого коня. Все другие ходы тоже даже близко не спасали. Последовало ладья e5 король h4. Ну и кажется что белые вроде как почти отбились. Потому что если у черных нет продолжения атаки с шагами но у них уже здесь польский гроссмейстер сдался. Потому что грозит ладья h6 шаг. Ну и потом ладья бьет h5 мат. И нормальной защиты от этой угрозы нет. Примерный вариант мог быть такой g4 слон f2 король h3 ну и здесь черные еще раз используя связку уже совсем другую связку дают мат. Ну по-моему впечатляющее достижение со стороны американского гроссмейстера вся партия проведена на одном дыхании сначала весьма качественно и убедительно в позиционном стиле когда черный показали все активные планы характерные для структуры закрытого каталона ну и когда у Накамуры появился шанс нанести тактический удар он показал что даже в 20-летнем возрасте уже обладал ну во-первых отличной фантазией ну а во-вторых потрясающими способностями к счету ну и на данный момент я думаю что это несмотря на то что в карьере американца есть много много хороших партий я думаю что это по крайней мере по эстетическому впечатлению по-прежнему стоит на первом месте я надеюсь что вам всем понравилось это видео что вам всем понравилась эта партия в следующем выпуске вы увидите одну из лучших партий тоже одного из участников предстоящего турнира претендентов Левона Ароняна оставайтесь с нами для вас комментировал Никита Петров всем спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому